здравствуйте гостях у нас наш новый друг каша расскажите немного о себе где вы живете кем работаете я журналист и веду свои исторический подкаст и я сейчас я живу в санкт-петербурге и раньше до этого я жила в нью-йорке и я как журналист я напишу я пишу статьи и я пишу для интернет-издательства грязонь состоите ли вы какой-то партии в организации я является членом коммунистической партии сша это большая партия многочисленная организация это небольшая сейчас есть 20 тысяч членов и это билла самый старший самый старший пар коммунистический партии в сша и они начались в 1922 или 3 это партия с 1923 года до до 3 такие почти столь и да 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 и это билла его здания в нью-йорке а власти советские союзы до давал деньги чтобы они могут купить это и пича раньше не билла дорогая и сейчас это здание этого 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 нью-йорке этого центральный район в нью-йорке а поэтому они могут арендовать много этажа и из за арендовать они получили деньги и это очень удобно чтобы у них есть деньги чтобы они могут сделать что-то во партии и это очень интересные партии потому что сша во время холодной война коммунистических партии в сша было запрещено и и потом и есть много много проблем и они были нелеган или они вал shaven очень сильный против проблема расизма в сша и сейчас эта проблема в сша вас синьма это очень сильнее проблема и это до всегда эта проблема и коммунистических партии а ваеваль против против расизма и в конце 29-м году. Да, Великая депрессия была в 1929 году. Да, это было очень очень сильное, потому что с Великой депрессии был голод тоже в Оклахома. Что происходит? Это дождь не приехал и потом все зерна не растет. И поэтому это было трудно. И одна хорошая книга, которая объясняла это, это не историческая книга, это вымысль Grapes of Rat, Джон Стейнбэг. Это виноград, может быть, злой, злойско-виноград, я не знаю. И когда это происходит, коммунистический партий США попробовал сделать организации, которые давали молоко в Детейте, и потом организовали безработницы, чтобы они могли получить деньги из штат, и они воевали очень сильно в время Великой Депрессии. Но проблема это после в России они сказали, это называется Великой Отечественной войны, в США они называли Второй мировой войны. после Второй мировой войны было время Меккарти, когда они когда это была борьба, государственная борьба против коммунистических, социалистов, и в это время они опустили много членов коммунистической партии США в тюрьме, и у нас была очень интересная главная Хендрюй Уинстон, и он раньше был в России, я думаю, что он умерла в России, он был черный человек, и когда он был в тюрьме, он потерял его зерня, он был слепой, слепой, и он сказал, что Бог отнял у меня зрение, но дал меня мое видение, и он владел коммунистической партией США до 75-ом году, я не знаю, может быть, и сейчас это Джо Симс и Джеред, и они проблема это они сделали много проблемы это много почти 50 лет они были очень заключены, потому что это было почти нелегально, и было много проблем с проникновением ФБИ, это как раньше в России было КГБ, ФБИ это как КГБ, сейчас это МВД, это как МВД в США, и поэтому они нужны заключение, и сейчас много членов очень старые, и у них мысль из холодной войны, и я думаю, что они нужно открыли, открыли его членам, и попробовать взять больше и больше людей, и это нелегко изменить, потому что они много членов жили в очень страшное время. Эйша, а в каком году вы поступили в партию? Три года назад. Почему? Я работала в компании Берни Сэндерса для президента раньше, и я видела, я путешествовала в США, и я видела, как трудно жизнь может быть. Я лично видела, какая страшная жизнь при капитализме, и я всегда, и потом в 1900, нет, извините, в 2016 году они, конечно, обманули Берни Сэндерсом, это была не честная бой против Гиллери Клинтон, потому что она контролирует много СМИ в США, и я, если вы видели Wikileaks, они сказали, как компания Клинтона написала статьи, которые Нью-Йорк Таймс печатали, без редактирования, и вы можете видеть, это, и они они инструкции, они дали инструкции, они дали инструкции в много-много медиа, и они сделали очень, они писали клевинические статьи против Берни, он очень хороший человек, и поэтому это было, и я не узнала, что выборы в США это подрастроено, и после 2020 году я узнала, потому что в первом месяце выборов в США Берни Сандерс был первый, и потом Обама позвонил что-то в Южную Каролину, и что происходит, это все кандидаты выпавшие из выборов, и первая половина выборов в 2020 году Джо Байден был последний, он не выиграл ни один штат, и после того, как Обама позвонил, я не знаю, его контакты, все изменили, и это я, и потом что происходит, это ковид, и это было очень трудно сделать кампании, и это я, что я видела, это никто хочет выбрать выбрать Джо Байдена, и он выиграл, потому что это не это не равноправный, равноправный, да, я читала много Ленин, и потом я узнала, что это невозможно, и мне нужно сделать что-то разное, чтобы изменить полицию, правительство США, и самая главная проблема это империализм, потому что после 1945 года, пятом может быть, четвертом, я не знаю, это была конференция Бреттен-Уудз, когда они начали международный валютный фонд и всемирный банк, и используется это, они владели весь мир, и это в этой форме империализма не нужно армии, колонизатор, только нужно банки и деньги. Получается, вы в 20-м году вступили в эту партию? Да. А до партии, какие ваши взгляды? То есть, вы также участвовали в движении за рабочий класс? Кроме коммунистической партии США, есть другие социалисты партии, например, демократические социалисты Америки и партия освобождения и социализм, и на счет того, какое место они занимают, это трудно сказать, после холодной войны, после холодной войны, правительство систематически унитожили все рабочие и социалисты партии, и один интересный ситуации, это демократические социалисты используют стратегию улучшения демократической партии с помощью первичных выборов, но это не работает, например, в 2018 году они избрали около четырех представителей Конгресса, если посмотреть на то, как они голосуют в Конгрессе, то они на ста процентов поддерживают весь империалистический мир США, теперь согласно одному достойному доверия источнику, это представали Конгрессе игноруют свою партию, и Путин в 2014 году сказал, что недавно кто избирается в США, политика никогда не меняется, наблюдая за тем, что произошло за последние 5 и 6 лет, я думаю, что он прав, и это не только Путин, его Моралес из Боливии, он сказал, это трудно изменить, и проблема это с рабочим движением, это есть много, много людей, которые устали полиции, полиции неолиберализм, в последние 40 лет, но это невозможно изменить, потому что нет организаций, которые могли бы координаровать устойчивое оппозиционное течение, поэтому один, например, две месяца назад была бастовка рабочей, железной дороги рабочей, и проблема была, это они сделали, они сделали бастовка, но его главный, его главный, его главный, что делали, это они говорили с правительства, и потом они решили разрушить бастовку, и они они хотят, это не много, только 15 дней каждый год, каждый год путешествия, если, и правительство сказали, нет, только два дня, и они решили, да, и проблема это не было очень, в США нельзя была генеральная бастовка, и это трудно сделать, и другое, полиции в США, они очень страшны, два дня назад, они стреляли, один человек без ноги, он сидел в инвалидной кресле, и потом, и ничего не происходит в полиции, мы можем видеть видео, после видео, после видео, когда они стреляли людей, без оружия, без никого, и никто происходит, и только, и это, и Black Lives Matter, они работали почти 8 лет изменить полиции, и это невозможно, другой, например, Fight for 15, это в России каждый год, это как МРОД, в США его МРОД это за час, и минимальный зарплаты в США, они увеличились в 2008 году, и это только 7 долларов и несколько центров каждый час, и это не изменились после 15 лет, и это слишком много, потому что вы знаете, что большевики только нужно 17 лет, чтобы изменить все право, и они не могут движать минимальную зарплату, и это трудно, потому что не была солидарность трудящейся, да. вы родились в Америке? А где вы родились? Я родилась в Индии. То есть вы родились в Индии, в школу ходили в Индии, заканчивали? Школу почти, я один час в Индии, один час в США, у меня два образования, я не могу сказать, если это образование, два точных зрения, месторождение. Так, а получается, вы родились в Индии, приехали в США, там заканчивали, да, получается, немножко там учились, немножко в Индии. Да. А в США вы живете в Нью-Йорке? Да. Какие еще есть левые организации, партии в США, кроме тех, которые мы уже сказали? Есть много троцийские организации, я не делал ничего. То есть они ничего не делают? Они здесь ничего? Вы знаете, это трудно. Есть много профессиональных союзов в США, и проблема это лидеры не владеют для работников, потому что есть много коллабораций между владельцами и лидерами союзов. Один хороший, например, это есть AFL-CIO, я забыла, что это было профсоюзе, и владельц в 1971 году владельц в AFL-CIO, они помогали США делать переворот против Айенде в Чиле, они помогали, поэтому есть много коллабораций и для рабочей это трудно, потому что в преподавателе в США зарплата очень меньше, и его жизнь очень трудна, они не могут купить все, потому что зарплата очень-очень меньше для преподавателей, и два четыре года назад в Оклахома они попробовали сделать бастовку, и это невозможно, потому что его владельц она коллаборировала с правительством, и преподавательский профсоюз есть много проблем, потому что владелица, она в 2014 году она ходила, нет, она ехала в Украине и помогала в Майдане, она сказала, я не видела ничего фашистского в Майдане, и это невозможно, потому что я видела видео, я видела правый сектор, много нацистов, людей, и да, и поэтому все союзы, профсоюзы, это это не настоящий профсоюз, потому что есть много-много коллабораций между владельцем и правительством и бизнесом. А вот эти левые организации, партии, какое они место занимают в общей политической картине в Штатах? Ну, то есть большое, маленькое, прислушаются к ним, не прислушиваются. Это трудно сказать, потому что проблема это есть много рабочих, у них нет силы, и его правительство не случает его проблемы, и это трудно изменить, и проблема неолаборализм это очень сильно. И да, и у них есть много-много проблем, потому что они приватизируют все. Здоровье в США это приватизируют, и каждый месяц люди нужно оплатить, выплатить, оплатить, я не знаю, много этого службы, и это невозможно много бедных людей, они умерли, потому что они не могут купить его лекарства, и лекарства это очень дорога в США, а у меня один лекарство, что мне нужно для садороги, и в США это каждый месяц мне нужно 100 долларов, и в России это только 500 рублей. Ну да, разница большая. то, что эти медикаменты стоят 100 долларов, здесь они такие же стоят 500 рублей. Да, да, и это очень легко для меня. В США я всегда думала, мне нужно, и в России это очень легко. Сколько примерно в среднем получают рабочие в Соединенных Штатах? Ну примерно. В среднем. В среднем это 53 тысяч долларов каждый год. Это много или мало для Америки? Мало. не много мало, это средний. Проблема это есть много, которые живут много-много больше, потому что и много-много меньше. и я знаю, что из-за минимальной зарплаты невозможно арендовать только из-за минимальной зарплаты. В США есть 50 штатов и невозможно арендовать один квартиру из-за минимальной зарплаты. и это как живут 50% живут беднее, чем этого зарплата. Вот эти бедные, они все живут в аренду? То есть, они все снимают жилье свое? Нет, они нужны два или три работы, чтобы они могли... две-три работы, чтобы снимать одно жилье? Да. А как они питаются, одеваются, куда-то ездят? Сотрудности. Очень трудности. И много... И это... И есть проблема, это есть много людей, которые есть как два мира. Два лагеря, я понимаю. Да, есть много людей, которые очень-очень богаты и есть много... Бедные. Да, и это... между ними разрыв большой, да? да, это как бы они живут в другой мир, потому что в США есть... Люди не живут как в городе, есть много... Пригородов, ну, все... Да, и проблема с пригородом, в Сиеве нужно... Не было публичный... Публич... Как? Метро, не было автобус, публичный... Транспорт. Транспорт, да, не было публичный транспорт... Общественный транспорт. Да, да, и это трудно, потому что как они... Добираться будут, понятно, без общественного транспорта. Да, да, они нужно купить автомобили, и... Автомобили бывают, ну, то есть, вот у нас, допустим, в средней ценовой категории можно купить автомобиль даже рабочему, ну, пусть кредит, там, понятно все. в Америке это получается так? Сотрудности, да. Сколько примерно в среднем поддержанное авто стоит? Десять тысяч долларов. Десять тысяч долларов? Хм. Ну, это примерно у нас десять-пятнадцать тысяч долларов у нас новый стоит. Ага. Отечественный автопром, ну, допустим, такие там базы. и когда не было публичный транспорт, это очень трудно, потому что много людей, и другая проблема, это университет не бесплатно, они нужны, много людей, нужно выбрать кредит, чтобы платить университеты, и они... Университеты за обучение? Да, и это очень дорого. Много людей платят, оплатят больше двадцать лет в свои университетские кредиты, и это... И вся эта проблема в США. А вот в каком направлении в политическом смысле движется Америка, Соединенные Штаты Америки? Страна всегда движется в либеральной, потому что не было настоящей демократии в США. Десять лет назад один университет делал исследования, и они читали много законов, и они сказали, что публичная мысль не изменит полиции и правительства. И поэтому это не важно, кто президент, кто в конгрессе, только не меняет проблем, не меняет много, это трудно меняет, изменить политические движения. На ваш взгляд, какова роль США в конфликте? В Украине, в США, конечно, в США, потому что они начали с подготовки переворота на Майдане в 2014 году, сейчас они пытаются управлять этим конфликтом, они продают оружие и обучают украинскую армию. То есть в этом конфликте виноваты США? Конечно. Не было... Если вы читаете... После Майданский переворот они изменили все конституции Украины, и вы знаете, кто написал новую конституцию, это было членом USAID, это один организация, государственный департамент США, и потом они давали много-много деньги из национальной фанд демократии, это поддерживает правительство США, поэтому да, это 100% виноват США, и есть одна неправительственная организация Rand Corporation, и они написали один меморандум может быть 5 лет назад, и они планировали войну, они сказали, как вы можно владел российским правителем, потому что они всегда попробовали сделать светлую революцию, например, в 2020 году они попробовали сделать переворот в Белоруссию, и потом последние годы они еще раз попробовали в Казахстане, и потому что проблема сейчас это чтобы правительство США работает, они нужны они нужны коллаборацийские правительства весь мир, сейчас они думают, что Belt and Road initiative в Китае, они называют Belt and Road, и они китайские правительства конструктировали железные дороги в Африке, первый раз они создали новые здания, если вы видели фото в столице Сенегалия, это очень красиво, и правительство США не могут сделать, что они делали раньше в Африке, это хватит натуральных запасов, и это трудно, и поэтому и российское правительство помогает много африканских стран, потому что сейчас Мали и Буркино-Фасо сказал Франции, что уехать из нашей страны, францисской армии, это из-за российских солдат, которые помогали их террористические проблемы, поэтому они думали, что Россия и Китай проблема для империализма в США, поэтому они не могут сидеть, они нужно попробовать что-то, чтобы они могут переворот или хватить сил из российского правительства и я читала несколько несколько докладов в неправительстве организации и они думали, они хотят делать в России, что они раньше делали в Угославии, они разрушили Угославию, много, много маленьких штатов, как Хорватия, и это его план, потому что они думали, что Россия представляет большую угрозу для их бизнес-моделя. Я думаю, что война не только между Россией и Украиной, это между мировоззрениями, между старой и новой парадигмой, и раньше, после разрушения Советской Союз, США и НАТО было один круг, который владел весь мир, и сейчас есть Китай, есть Иран, и сейчас Южная Америка, Бразиль это сильнее, чем раньше, и поэтому они не могут использовать его старый бизнес-модель, и его старый бизнес-модель был очень легко для банкера и для капитализма, и сейчас это трудно, и они не могут, они хотят вернуть во время, как в 1990 годах, когда было легко владеть весь мир и используют свой бизнес-модель, и сейчас это невозможно, они попробуют воевать против России, и сейчас я читаю, что два дня назад, может быть, два дня, три, один американский генерал сказал, мне нужно готовиться для войны против Китая из-за острова Тайваня, и это его план, потому что это не настоящий острове Тайваня, но это кто владеет Тиханой океаной, и они нужны, и это было труднее, труднее использовать его бизнес-модель, потому что его бизнес-модель, это значит много людей в Азии, в Африке живут в полностью бедность, они живут, и они сделают, я не знаю, это как они работают в здании, и мини, и только несколько людей в США и Европе хватит деньги, и это невозможно, потому что в мире есть более сейчас миллиардов людей, и это невозможно, и поэтому когда поэтому это этот мир изменился, и они не хотят изменить миром. Вы говорили, что вы живете и в Америке, и в Индии. Если можно, немножко про Индию. Состоите ли вы там в каких-то организациях в Индии? Есть много, в Индии это у нас сейчас самые численные, самые много людей в мире, и в Индии есть много-много рабочих организаций, например, когда вы видели проблему с ковидом, в Кералах они сделают вакцинацию в США, и в бедности это меньше, и у них меньше неолиберализма, и они живут лучше, чем в все страны. И проблема это раньше Конгресс партии владел много лет, и потом они использовали неолиберализм, и люди устали от неолиберализма, и проблема это не только неолиберализм, это империализм тоже, потому что после разрушили Советский Союз, и первый раз Индия нужила кредит из ВМФ, и потом из-за ВМФ они нужно сделать структурные изменения, и это означало, что много неправительства организаций из США приезжали и финансировали индусские националистические организации, и первый раз в 2014 году один очень правый хинду националистический организаций БДЖП выиграл в выборе, и что происходит, это Моди в первую часть он попробовал сделать несколько неолиберализм политики, и два года назад в Индии они пытались дерегулировать фермерский рынок, и в Индии магазины не могут напрямую покупать у фермеров и снижать цены друг друга. Что происходит, это магазин покупают на центральной бирже, а цены устанавливают правительство. И когда БДЖП предлагал этот закон проект, в Индии прошли самые масштабные протесты в истории человечества более 500 миллионов человек протестовали этот закон проект, правительство БДЖП решили выключить этот проект, и они не ходили в этот проект. И поэтому я думаю, что потому что есть много человек в Индии, это трудно, что правительство игнорировать, что хочет людей. И сейчас я вижу, много американских правительств думали, что Индия не сделала санкции против России, и правительство Индии решили купить больше и больше нефтегаза из России, потому что в Индии есть новые здания и новые фабрики, которые нужны нефть, и они решили не сделать санкции против России. Это было неожиданностью для США, потому что они думали, что Индия сделала санкции, и это было трудно продать нефтегаз из России, и сейчас это невозможность, и поэтому я думаю, что Индия всегда ходит по... Близь в России в России тоже, и это помогал Индия и Россия. Хорошо, а вообще как дела обстоят в Индии с рабочим классом? Профсоюз, забастовки, как обстоят дела? Хорошо, потому что это индийская культура, и есть очень много-много-много людей в рабочем классе, более один миллиард людей в Индии, и поэтому это сделает бастовка, это очень легко, сделают, и есть много хороших организаций, которые сделают бастовку, и они попробуют улучшить жизнь в рабочем классе. Проблема это у нас есть проблема каста, это сильная, и проблема коррупции, и, конечно, империализм, и из-за этого это трудно изменить жизнь очень быстро, и по-хорошему в Индии есть свое правительство, которое западные страны не могут сделать переворот. После украинской и российской войны в Пакистане они имран Канн сказали, что когда один парламент, один член парламента Англии сказал, что почему вы не против России, и он сказал, мы не ваши рабы, и потом они могут сделать переворот в Пакистан очень легко, и в Индии они попробуют, я не знаю, это невозможно, и это хорошо, потому что если у вас есть ваше правительство, это значит, люди могут изменить это, когда это коллаборацийский империалист и правительство, это невозможно изменить его политики. Иша, что вы делаете в России? Я хочу написать книгу о Советском Союзе и Ленине, потому что и Ленина, потому что в США и люди не знают, как может изменить мир, и они только-только есть много идеологизм и не диалектический материализм, и они нужно узнать, как изменить, потому что раньше, раньше, Советским Союзом, Россия была, как Индия, очень много бедности, безграмадности, и после 10 лет не было безграмадности в России, и я хочу узнать, я хочу написать книгу, потому что пропаганда в США это очень сильный против Советской Союзи, например, сегодня, сегодня, это 2023 году, сегодня, правительство США проголосовали за резолюцию осуждающую социализм, сегодня, и это они сказали Ленин плохо, Сталин, Фидель Каф, и это было очень глупо, но сегодня, и это значит, как сильно, и они всегда используют деньги, чтобы сделать пропаганду против Советских, сейчас они боятся, и поэтому люди нужно знать правду, и как изменились мир, и как они воевают против не только царские правительства, но империализм из Англии, США, и поэтому я хочу написать книгу о человеческой истории Советского Союза. Так и вы здесь собираете информацию? Да. Как у вас получается? Хорошо, проблема это в России есть слишком много информации о Советском Проблеме это редактировать и думать, что нужно использовать в мою книгу, и что это хорошая, но экстра информация. Вы первый раз в России? Нет, это второй раз. Я приехала в России в 2019 году для конференции в Москве, в экономической конференции, и ситуации были разные, потому что не было санкций, и было санкций, не было. Ну да, таких санкций, как сейчас, да, Да, это было легче путешествовать, потому что был один самолет в Нью-Йорке, в Москве, и сейчас мне нужно я летела в Нью-Йорке, Хельсинки, и потом автобус в Хельсинки, в Санкт-Петербурге. Это и взять деньги, это трудно, потому что это труднее сейчас. Но я думала, до приехала в Россию, я думала, жизнь была бы труднее в санкции, и много служба работает хорошо, есть сейчас, я не знаю, работает. Да, то есть получается, вы первый раз приехали в Москву? Да. Вы только в Москве были? Да. Как у вас мавзолей? Конечно. Я когда это хорошо. Я всегда, когда я видела Ленина, я сказала, почему он не мог проснуться? Проснулся, но да. Это похоже, что он спал, не похоже. Мы инфицировали. Так, а получается, какие впечатления у вас были? Вы тот раз приезжали в Москву, надолго приезжали? Две недели. Две недели. А в этот раз в Санкт-Петербург? Да. Вы тут с какого месяца? Я приехала в Санкт-Петербург в сентябре. Вы тут уже почти полгода? Да. Так вы уже почти коренная петербурженка. Какие впечатления у вас после того раза, после этого сильно отличаются? Три года, четыре уже прошло. Четыре года. Много отлич... Это трудно сказать, потому что ситуации очень разница. Санкции... Так это поэтому я и спрашиваю. Да. Кроме перелетов. Хорошо, в Санкт-Петербурге это было не трудно сделать исследование, потому что я могу ходить в библиотеку и видеть архивы, и это очень хорошо. Только проблема это проблема с деньги, мой американский счет, русский счет. как только есть война и у нас была проблема из-за санкций. А пока вы здесь, с какими организациями политическими вы познакомились? С детьми, лидерами? Я познакомилась с многим правительством Луганска, потому что я была в Луганске один месяц, и это было очень интересно, потому что жизнь в Луганске это разная, чем жизнь в... Естественно. в Санкт-Петербурге это не как третий мир в Луганске, потому что много украинское правительство разрушило много электрических заводов, и у них не было... Сейчас это лучше, есть вода, не есть... Вода работает много, не работает всегда, свет сейчас... Сейчас не было железной дороги, но... Да, было разрушено. Дорога была лучше, чем раньше, и я думаю, что в Луганске... Сейчас я у меня много взяла интервью с людей, и они сказали, что ситуация много лучше, чем раньше, потому что у них не было деньги, и украинское правительство не давало пенсии в старые люди, и это было очень тяжело, и сейчас это лучше, и я познакомилась с несколькими членами коммунистической партии в Луганске и в России. А в России с какими? Это рабочая партия из Михаила Попова. Михаила Васильевич Попова? Да, рабочая партия России. Да, и они, и поэтому это очень интересно, потому что в коммунистической партии России есть разные точные зрения. Какой работой конкретно сейчас вы занимаетесь? Сейчас я попробую, конечно, я сделаю исследования, чтобы я могу написать книгу, и я сейчас хочу, сейчас я напишу статьи, я взяла интервью с одним человеком, который нужно уехать, один бежавший из Литвы, и я напишу статью о проблеме с российскими людьми в Литве и Латвии тоже, потому что есть много безгражданских людей, которые говорят по-русски в Литве и Латвии, и сейчас я хочу написать статьи об этом, и я взяла интервью с один литвейский человек, проблема это российские, которые живут в Латвии, они боятся мне дать интервью сейчас, и потом у меня много-много видео из Луганска, и я редактировал и сделал один мини-документальный фильм об Луганске и что происходит в последние восемь лет. Вы еще долго собираетесь пробыть в России? Да, я хочу, у меня веса для три лет, и чтобы написать исторические книги, мне нужно много-много лет, много времени, чтобы сделать исследование. А никто там не скучает в Нью-Йорке по вам? У меня только три племянницы. Здорово. Да, Парвити это старшая, ей сейчас 10 лет, да, 10 лет, и Катя 8 лет, и Майя 5 лет. На этой ноте будем прощаться с вами. У нас была в гостях Эша из Америки. Спасибо, до свидания. Спасибо. Редактор субтитров Редактор субтитров